Бельгия отозвала гражданство у более чем ста иностранцев. Таковы результаты действия новой поправки в законодательстве этой страны. Кого и почему отправили на родину, знает Елена Абрамович. Родиться в Бельгии и достичь тут совершеннолетия больше не гарантия гражданства в этой стране. Всех, кто улечен в криминале, власти имеют право выдворить. Эта поправка появилась в бельгийском законодательстве год назад. И ввели ее не просто так, отчитывается в миграционной службе Бельгии. За год удалось отозвать право на проживание 112 человек на основании нового законодательства. Все они с длинным списком преступлений, начиная от изнасилования до вооруженного разбоя и терроризма. Ленивые и опасные для общества лица не имеют права на еще один шанс реинтеграции в наше общество. Изменения в закон были необходимы стране, объяснили власти. Ведь именно Бельгия является окончательной точкой миграции большинства террористов. Пересмотреть правила заставили теракты в Брюсселе 2016-го. Еще одно из недавних нововведений – перекрытие финансирования крупнейшей в стране мусульманской мечети. В марте этого года Бельгия запретила многолетнему спонсору Саудовской Аравии перечислять сюда деньги. Эта великая мечеть является одним из элементов обширной системы. В мире насчитывается 31 мечеть, половина из которых расположена в Европе. Для Саудовской Аравии это глобальная система расширения салафизма. Впервые мы видим решение о ее перекрытии в рамках одной страны. Пытались бельгийские власти также выслать из страны главного имама, но ему удалось оспорить это решение в суде. Напомню, именно в Бельгии проживали организаторы терактов Парижа в 2015-м году. Через несколько месяцев после этого из-за опасений быть задержанными одна из группировок устроила взрывы в аэропорту и метро Брюсселя. Из Брюсселя Елена Брамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.